Уважаемые слушатели, сегодняшняя лекция посвящена гиперпластическим процессам эндометрия. Что такое гиперпластические процессы эндометрия? Это распространенная гинекологическая патология, частота которой существенно увеличивается в периоды возрастных гормональных изменений, особенно квинопаузы. Страдают до 5% женщин, однако могут развиваться в любом возрасте, в том числе и репродуктивном. Вызывает нарушение здоровья, так как проявляется кровотечениями, бесплодиями и болевым синдромом. В определенных ситуациях может перейти враг в некоторых случаях до 25%. По классификации ВОЗ 1975 года различают гиперпластические процессы эндометрия. Это эндометриальные полипы, эндометриальная гиперплазия и атипическая гиперплазия эндометрия. Что такое полипы? Полипы – это разрастание слизистой оболочки эндометрия, которая возникает из патологически измененного базального слоя. Слизистая матка или эндометрия состоит из двух слоев – функционального и базального слоя. Функциональный слой отторгается во время ежемесячной менструации, а базальный слой – это слой, из которого развивается функциональный слой. И вот именно из базального слоя и происходит возникновение полипов эндометрия. С чем обусловлено формирование полипов? Это прежде всего состоянием сосудов базального слоя и увеличением концентрации рецепторов к эстрогенам. Происходит утолщение базального слоя, он вытягивается, принимает форму полипов. Вначале на широком основании, а затем благодаря сократительной деятельности матки на тонкой ножке. Иногда, в некоторых случаях, полипы достигают до 8 см в длину. Они вытягиваются и часто, попадая к гинекологу, они расцениваются, в основном эти полипы фиброзные, расцениваются как субмукозный узел. На самом деле это длинный такой большой полип эндометрия. Это бывает крайне редко. Наиболее часто полипы располагаются в дне и в трубных углах. Они могут быть множественными и единичными. При этом морфологически выделяются следующие виды полипов. Это железистые полипы, фиброзные полипы, при которых в железе отсутствуют и эпителии не функционирующие. Железистофиброзные полипы и аденоматозные полипы. Полипы с очаговым аденоматозом. То есть интенсивной пролиферацией и дисплазией желез эндометрия. Опасные в плане малигнизации аденоматозные полипы. Иногда полипы развиваются на фоне нормального эндометрия. И прогностически они более благоприятны. На фоне измененного эндометрия, на фоне гиперпластического процесса или хронического эндометрита. Они прогностически неблагоприятны, так как возможно рецидивирование этих полипов, в некоторых случаях и малигнизация. Все полипы требуют обязательного лечения. Ко второй патологии, к которой относятся гиперпластические процессы, это гиперплазия эндометрия. Это нефизиологическая пролиферация эндометрия, которая сопровождается структурной перестройкой железистого и в меньшей степени стромального компонента эндометрия. По классификации 80-х годов различали полипы эндометрия, железистая или железисто-кистозная гиперплазия и атипическая гиперплазия эндометрия. Однако произошел пересмотр классификации, которая была предложена в 1994 и в 2014 году пересмотрели эту классификацию. И она делится на простую гиперплазию без атипии или с атипией и сложную гиперплазию без атипии и с атипией. Такое подразделение гиперплазии эндометрия связано с особенностями пролиферативной способности эндометрии и возможностью к малигнизации. Простая гиперплазия – это увеличение просто объема железистого компонента, а сложная гиперплазия – это уже имеется тканевая атипия, нарушается архитектоника эндометрия, снижается стромальный компонент и развивается нерезко выраженный аденоматоз. И атипическая гиперплазия – это наличие атипии клеток, припростой без нарушения архитектоники, сложной с нарушениями архитектоники эндометрия, без инвазии в базальные мембраны и железистой структуры. Частота озлокочисления гиперплазии эндометрия определяется морфологическими особенностями заболевания. Как я и говорила, аденоматозная гиперплазия эндометрия с атипией наиболее часто озлокочисляется. Она связана, частота озлокочисления связана также с длительностью рецидивирования и возрастом пациентки. В прямой и постменопаузе малигнизация наиболее частая. Что является фактором риска в развитии гиперплазии эндометрия? Это ациклические маточные кровотечения, хронические воспалительные заболевания половых органов. При этом происходит выброс провоспалительных цитокинов и запуск факторов роста. Милма матки, эндометриоз, ожирение, нейроэндокринный синдром, который сопровождается триадой симптомов ожирения, повышения артериального давления и сахарный диабет. Гиперандрогиния, которая бывает при склерополикистозных яичников и адреногенитальном синдроме. При заболевании щитовидной железы, в частности, териотоксикоз и заболевания печени. В основе возникновения гиперплазии эндометрия лежит анавуляция, вследствие чего бывает гиперэстрогения, возникает абсолютная или относительная недостаточность лютеиновой фазы. При гиперпластических процессах в яичниках, таких как текоматостромальная гиперплазия яичников, происходит также гиперандрогения и тоже развивается гиперплазия эндометрия. Гормонально активные опухоли также способствуют гиперэстрогении и развитию гиперплазии эндометрия. И ожирение. Как я говорила, при ожирении происходит вне гонадный синтез эстрогенов. То есть эстрогены формируются в жировой ткани, что способствует возникновению гиперэстрогении и возникновению гиперплазии эндометрия. Как я уже говорила, основной причиной гиперплазии это гиперэстрогения, нарушение пролиферации эндометрия, более быстрая пролиферация, интенсивная пролиферация эндометрия и происходит ингибирование апоптоза. Апоптоз – это запрограммированная гибель клетки. И при гиперэстрогении происходит ингибирование процессов запрограммированной гибели клеток. Клетки начинают разрастаться бесконтрольно. Нарушается рецепция эндометрия. Также воспаление, как я уже говорила, способствует выделению факторов роста, которые вызывают пролиферацию, быстрые пролиферативные процессы в эндометрии. Какой риск возникновения злокачественного процесса на фоне гиперплазии? При простой гиперплазии – это 1-2% сложная гиперплазия, в 3-6% случаях и атипическая гиперплазия, в 3-3% вызывает возникновение рака эндометрия. Какова клиника гиперпластических процессов? Вот что наталкивает женщину обратиться к гинекологу? Это нарушение менструального цикла. Прежде всего, ациклические кровяные выделения. Вот появляются сукровичные выделения по типу мазни или обильные выделения вне менструации – это уже сигнал для того, чтобы вы обратились к доктору. Кровотечения во время менструации. Кровотечения во время менструации не всегда связаны с миомой, с эндометриозом, а могут быть связаны с гиперпластическими процессами в эндометрии. Хотя часто очень бывает сочетание гиперпластии с миомой или эндометриозом. У женщины появляется контактное кровотечение, то есть кровотечение при половой жизни. Или они могут быть не обильные, сукровичные, так и это должно вас насторожить. Вы должны сразу же идти к гинекологу. Без плодия у женщин репродуктивного возраста, которое не сопровождается никакими изменениями, кроме как вышеперечисленные симптомы и небольшие боли внизу живота. Появление циклических кровяных выделений у женщин без структурных каких-то изменений сразу наталкивает гиперплазия эндометрия. Часто гиперплазия эндометрия, как я говорила, сопровождается рядой симптомов. Это ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, это метаболические нарушения. Кроме того, если у женщины имеются изменения в яичниках, такие как текоматоз, гиперплазия эстромальная, то у них также возникнет изменение менструального цикла, и это сопровождается гиперплазией эндометрия. Какова диагностика патологии эндометрия? Как можно диагностировать гиперплазию эндометрия? Это прежде всего анамнез. Вы выясняете нарушение менструального цикла. Вы являете при сборе анамнеза фактора риска, который могут вызвать гиперплазический процесс. И самое главное, скрининговый метод диагностики патологии эндометрия, конечно, узи органов малого таза. Для диагностики патологии эндометрия узи органов малого таза целесообразно сделать первую фазу менструального цикла, на пятый-седьмой день менструального цикла. При этом должна учитываться однородность структуры эндометрия. Если структура эндометрия неоднородна, если толщина эндометрия превышает во вторую фазу цикла 15 мм, а у женщин в постменопаузе толщина эндометрия более 6-7 мм, должно это говорить о том, что надо обследовать женщину на наличие патологии эндометрия, гиперплазии эндометрия. Также доплерометрия в этом нам помогает, так как усиливается кровоток в эндометрии, причем кровоток в нормальном эндометрии медленный, а при патологии эндометрии он быстрый и повышается индекс резистентности сосудов. Следующим этапом в диагностике патологии эндометрии является гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание эндометрия или гистерорезектоскопия. Это визуальный осмотр полости матки гистероскопом, выявление этой патологии, в некоторых случаях выскабливание, а в некоторых случаях удаление полипа с петлей резиктоскопа, иссякается ножка полипа или удаляется гиперплазированный участок эндометрия с последующим гистологическим исследованием. По гистологии я вам объяснила, какие формы полипов существуют и гиперплазии эндометрии, и уже врачи дальше определяют тактику лечения. Придраковым заболеванием эндометрия является атипическая гиперплазия, это структурная перестройка и выраженная пролиферация желез и высокая методическая активность клеток, очаговый аденоматоз и, как я уже вам говорила, аденоматозные полипы. В 10% случаев они трансформируются аденокарциномом при отсутствии лечения или при назначении неправильного лечения. Условия, при которых происходит трансформация гиперплазии в рак, это нейроэндокринный синдром, о котором я уже вам говорила, при и постменопаузе и при рецидивировании гиперпластического процесса, когда через какое-то время после удаления, после лечения мы снова диагностируем гиперпластический процесс. Нами проведено исследование, в частности, моей аспиранткой, при удалении матки по поводу гиперплазии эндометрия в 10% случаев был уже диагностирован рак эндометрия. Почему так происходит? Потому что, когда мы происходим диагностику патологии эндометрия и выполняем гистероскопию и диагностическую выскабливание эндометрия, мы удаляем только функциональный слой. А базальный слой, из которого происходит развитие раковых процессов, он фактически может не присутствовать в соскобе. Поэтому у женщин при и постменопаузе, при наличии рецидива заболевания, при наличии нейроэндокринного синдрома, при наличии атипической гиперплазии, ставится вопрос об оперативном лечении. Лечение. Лечение может быть консервативным, может быть оперативным. Консервативное лечение направлено на центральные механизмы регуляции менструального цикла, назначением препаратов, которые агонисты гонадотерапии на релизинг гормонов, которые выключают функцию яичников, и перифидрического действия, действия на эндометрии. Кроме того, применяется также негормональная терапия. Это применение селективных ингибиторов эстрогенных рецепторов, эндинола и эпигалата. Клинический эффект заключается в регрессии и замедлении прогрессирования гиперпластического процесса в эстроген-зависимых органах. Из основных групп гормональных препаратов, как я уже говорила, это первые прогестогенные препараты прогестеронового ряда, направленные на то, чтобы вызвать, как бы, снять дисбаланс между гормонами эстрогенами и прогестероном. Мы знаем, что, как я вам уже объяснила, основным ключевым моментом развития гиперпластических процессов является гиперэстрогенией. Значит, к прогестогенным механизмам относятся также и применение внутриматочной спирали Мирена, которая очень часто и эффективно используется. Также у молодых женщин назначаются контрацептивные препараты, которые нормализуют цикл и нормализуют состояние эндометрии. В некоторых ситуациях, когда женщина готовится к ЭКО, и там выявляется гиперплазия эндометрии, некоторые авторы предлагают сразу, после удаления, после выскабливания и диагностики гиперплазии эндометрии, в следующем цикле уже готовят женщину к беременности, чтобы предотвратить возникновение рецидивов. Некоторые же авторы, наоборот, придерживаются шестимесячной терапии с последующим применением ЭКО. Это зависит от клиники, в которую женщина попадает. Ну, направления, исследования в этом направлении ведутся. Ну, как я уже вам говорила, агонисты гонадотерапины, релизин гормонов и антигонадотерапины. Значит, в репродуктивном возрасте стимуляция овуляции, возможно, через 6 месяцев от начала лечения, при отсутствии признаков гиперплазии. И уже я вам говорила, что есть и другое мнение, чтобы через месяц после гиперплазии, если женщина готовится к ЭКО, уже направить ее для подготовки к ЭКО уже в следующем цикле. Пациенты с гиперплазией эндометрии, атипической гиперплазией эндометрии, простой и сложной, берутся под диспансерное наблюдение в течение одного года, стойкой нормализации цикла или одного года менопаузы. Таким пациенткам назначается УЗИ на 3, 6, 12 месяцы лечения, аспирационная цитология через 3 месяца и раздельное диагностическое выскабливание через 6 месяцев после проведенного лечения. В переменопаузе при атипической гиперплазии эндометрия хирургическое лечение. Показанием к хирургическому лечению является неэффективность терапии при драковых состояниях, рецидивирование при драковых процессах, противопоказание гормонотерапии или аденоматозная или атипическая гиперплазия эндометрия пери и постменопаузе. Гистерорезектоскопия и аблация эндометрия может быть применима только при типичных формах гиперплазии эндометрия. Показанием гистерорезектоскопии является отказ от проведения как оперативного, так и гормонального лечения. Неэффективная гормональная терапия гиперплазии эндометрия противопоказания к оперативному и гормональному лечению. Проводится предоперационная подготовка, вызывается искусственный климакс в течение трех месяцев агонистами гонадотропин, релизинг гормонов, утончается слизистая эндометрия и затем уже удаляется резектоскопом, как вы видите, выстригается вот этот эндометрий и затем производит шариковым электродом, прижигаются кровоточащие участки эндометрия и также вблизи трубных углов. При атипической гиперплазии эндометрия облация эндометрия противопоказанная. Основное хирургическое лечение при атипической гиперплазии эндометрия является гистероктомия, то есть удаление матки. Показанием гистероктомии является гистероктомия наличия гиперплазии эндометрия с патологией, сочетанной патологией матки, это может быть миома матки и аденомиоз, а также атипическая гиперплазия эндометрия у женщины старше 45 лет. Обсуждался вопрос о ставлении или удалении придатков матки. Однако были проведены работы, которые показали, что у женщин с рецидивирующими гиперплазией эндометрия в яичниках имеются патологии яичника гипертекоз, текоматоз, гиперплазия струмы яичников, что вызвало мнение о том, что при гиперплазии эндометрия у женщин старше 45 лет удаляются также яичники. Прогноз. Из всего сказанного я бы хотела, чтобы у вас осталось такое, как бы, резюме от данной лекции. Гиперплазия эндометрия при продуктивном возрасте является основной из причин эндокринного бесплодия, одна из основной причин эндокринного бесплодия. Атипическая гиперплазия относится к предраковым состояниям. При лечении агонистами гонадотропин-релизин гормонов, то есть препаратов типа дифирелин, золотекс, гусирелин, морфологический эффект достигается от 85 до 95% случаев. Аденоматозная или атипическая гиперплазия эндометрия в перии и постменопаузе является показанием к хирургическому лечению, удалению матки. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть ли возможность при твердом внутреннем зеве, то есть за 3 дней проникновения в матку? Конечно, есть такая возможность. Я хотела бы вам ответить, что проводится буржирование цервикального канала и расширение цервикального канала. Такого понятия твердый внутренний зев не существует. Но иногда, если женщина молодая, еще не рожавшая, то имеется затруднение при расширении цервикального канала. Также такое затруднение может быть у женщин в перименопаузе или в постменопаузе, когда происходит заращение канала цервикального. Но буржирование и разрушение цинэхи возможно. Так что вполне это возможно. Так, да, что подскажите диффузно-узловая формула, есть ли лечение или нужно удалять матку? Диффузно-узловой эндометриоз очень часто сопровождается кровотечениями. Можно попробовать применение спирали Мирена, но если матка не настолько увеличена, что нельзя поставить спираль. Но есть еще и гиперплазия эндометрия. Обычно диффузно-узловая форма сопровождается изменениями в эндометрии. То вопрос решается в сторону удаления матки. Но если просто диффузно-узловая и размеры матки позволяют, можно провести консервативное лечение с применением Мирены. Можно провести лечение с применением агонистов гонадотропин-релизингормонов. Но тогда вы должны знать, что в этом возрасте применение гонадотропин-релизингормонов может плавно привести вас к менопаузе. Есть ли еще вопросы? Нет. 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 екаはなく please. Пожалуйста, приходите на консультацию, если каждый конкретный случай требует какое-то осмотрение более полного. Поэтому только на ваш вопрос, к сожалению, я могу ответить таким образом.